Приветствую вас. Я хочу обратить ваше внимание на следующие моменты. Вы пишите, проблема в том, что у меня есть парень, точнее, был. Мы расстались давно, но общение не прорывало. Почему? У меня не прорывало общение. Да, мы еще любим друг друга. Ну, вы его, может быть, любите, а почему вы говорите за меня, почему вы говорите за другого человека, не очень понятно. У меня с ним были самые идеальные отношения, по сравнению с тем, что было раньше, что были раньше, это вообще самые приятные отношения. Ну, тот факт, что вы сравниваете свои отношения, а значит, сравниваете и людей, говорить не в пользу аутентичности восприятия молодого человека, и не, если говорить в пользу того, что вы воспринимаете его как самодостаточный единиц. То есть, вот вы говорите, что у меня с ним были самые идеальные отношения. То есть, вы здесь ориентированы как бы на отношения, да? Не на самого человека, да, вот как такового, можно сказать, а именно на отношения. Это на самом деле очень печально, потому что сам человек в таком случае как бы отходит на задний план. Дальше. Произошла ситуация, что я переспала с его другом, это получилось не спонтанно, и я ничего не помню, так как была в алкогольном обвинении. После этого мы сильно поругались, как его вернуть. Для начала надо взять ответственность на себя за свой вклад в С-46. То есть, в контексте вашего повествования, мне представляется странным, что поругались вы очень сильно. Ну, то есть, вы за чего ругались? Непонятно. Как мне его вернуть в пищевые? Я не готова его так просто отпустить. Ну, смотрите. Во-первых, вернуть для чего? Вернуть, чтобы что? Это первое. Потому что, если вы хотите его вернуть, чтобы вам было хорошо, то, боюсь, не получится. Потому что, в этом случае, именно для вас ситуация, она очень изменится. А мужчина это прекрасно понимает и к вам не вернется. Понимает, что вы, по сути, остались все же сами. Вот. Важно понять, как так получилось, что эта ситуация с его другом произошла. Потому что не просто так вы напились и не просто так вы им изменили. Вот. Что-то вас очевидно не устраивало, что-то вам очевидно не нравилось, что-то вас очевидно напрягало. То, что вы сейчас не хотите, наверное, признавать. Вот. Ну, очень важно разобраться в себе. Очень важно подкорректировать что-то, подкорректировать свое поведение, отношение к себе, отношение к мужчине и адекватно ему продемонстрировать. После чего, если у него остались к вам чувства, он обязательно вернется. Но если нет, то вам придется принять тот факт, что он уже не будет с вами. Что вполне возможно при условии, если вы его любите. И что невозможно, если вы его не любите. И когда вы говорите, что я не готов его так просто отпустить, речь, к сожалению, идет в большей степени не о любви, а о том, что вам нужно для себя. О том, что вы хотите получить для себя в идеальных отношениях. То есть, о ваших потребностях и о ваших притязаниях, возможно, о ваших страхах и прочее. Вот. Такая вот история. Такой я могу вам дать ответ с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Измена – это травма. И, возможно, молодому человеку тоже требуется помощь психологам. Вот. Но, справа, вам нужно разобраться в себе и отделить то, что вы хотите для себя и то, что вы хотите для мужчин. Потому что сейчас у вас цель отношений идеальной. Ну, это очень похоже на то, что вы хотите для себя. Это здорово, что вы хотите для себя, но только не интересно другому человеку. Именно это делает вас зависимым. А партнеру дает ощущение, что его используют. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.